Добрый вечер, мои девчоночки, мои дорогие! Я, как всегда, с чашечкой чая сижу, коротаю вечер, потому что у меня есть время только вечером, для моей любимой интернет-семьи и для моей семьи, которая меня смотрит. Я сегодня хочу узнать, кто вы, особенно те девчонки, которые мне пишут. Кто присоединился, девчоночки, вливайтесь в нашу семью и пишите, чтобы я вас узнавала, кто вы, интроверт или экстраверт. Вы слышали о таких понятиях или нет? Вот мне интересно. Понятие интроверт и экстраверт. Это такие типы личности. Ну, если вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Итак, давайте взглянем на экстраверта. Вот на эту девушку. Вот она, видите? Рыбал ее зовут. Вот она. Вот она. И это она. И это она. И это тоже она. Ну, в общем, всякое. Она бывает всякое. Экстраверт – это человек, который стремится к общению с людьми. Ему нравится внимание окружающих, он легко завязывает новые знакомства, участвует в общественных мероприятиях, часто выступает перед публикой, он приветливый, имеет много друзей, очень чистолюбив, бывает и не очень, напорист, бывает и не слишком. Вот именно такими словами можно охарактеризовать экстраверта. Это люди, которые не переносят одиночество. Очень зависят от чужого мнения, из-за чего на них легко влиять. Экстраверт может стать отличным томодой, артистом, политиком, чиновником, но он должен держать под контролем свою агрессивность, стараться ограничивать склонность к риску и желание действовать под влиянием момента. Вот как раз-таки я себя считаю экстравертом, и кто меня знает. Но экстраверт я только поверхностный, внутренний-то я, интроверт. Это я точно знаю. И вот во многих людях сочетается и то, и другое. Но что более выражено? Во мне более выражено всё-таки, я считаю, экстраверт. Вот он во мне больше выражен. Хотя интроверт тоже есть. А интроверт, что такое интроверт? Давайте посмотрим вот на эту девушку. Сейчас я вам покажу её. Вот она. Видите? Посмотрите на её взгляд. Посмотрите на её натуру. А теперь слушайте. Интроверт – это человек, который настроен пессимистично. Он замкнут, всегда держит свои эмоции под контролем. Он застенчив и сдержан. Ему нравится быть в тишине и одиночестве. Обществу интроверт предпочитает книги. Редко заводит новые знакомства, и если уж становится кому-то другом, то самым надёжным. И на всю жизнь он никогда не поступает в разрез со своими убеждениями. Но если вдруг такое всё же случается, интроверт долго будет мучиться и переживать. Хорошо это или плохо, но такие люди практически не поддаются чужому влиянию и всегда имеют свою точку зрения. Одно из самых ценных качеств этого типа личности – человек редко переступает общеустановленные нормы поведения. Вот это вот человек. Из интровертов получаются отличные учёные, исследователи, писатели или частные предприниматели. Ведь для них творческий процесс важнее конечного результата. Дети-интроверты – это тихони и отличники, которые никогда не могут постоять за себя и дать сдачи. А всё потому, что очень добры даже чересчур. Многие этим пользуются, особенно при желании списать на контрольный. Мужчины-интроверты становятся подкаблучниками, но женщины этого типа чувствуют себя в браке намного комфортнее, чем экстраверты. Вообще отлично, если муж экстраверт, а жена интроверт. Но я экстраверт. Я экстраверт, и у меня есть всё-таки вот эти вот черты характера, черты типажа, не характера, а типажа интроверта. Потому что я также люблю уединяться, и также я люблю читать, и также я люблю сидеть в тишине, и также я люблю дружить и до конца. И также во мне многие качества интроверта есть. И вообще есть такой психолог, Юнг у него фамилия. Вот он более так вот точно определил эти два типа. Это он. Хотя эти два типа известны уже давным-давно. Очень давно. Но в начале XX века именно вот он, Юнг, он определил людей такого типа, интроверт и экстраверт. Именно вот этими вот такими понятиями, эти черты описал. И я хотела бы, конечно, узнать. Его звали, по-моему, Карл. Да, Карл Юнг. Он предложил, что всё связано с источником энергии, который и определяет тип человека, то есть интроверт или экстраверт. Вот так вот. И что это огромную роль играет в жизни человека. И кому проще жить в нашем мире? Многие задумываются о том, кто в жизни легче приспосабливается, интроверт или экстраверт. Вот после некоторых наблюдений можно с уверенностью сказать, что проще всё-таки адаптируется экстраверт. Потому что я думаю, что он общительный. Наверное, по этой причине. Потому что общительным людям всегда легче. Они легко приспосабливаются, адаптируются к любой среде. А интроверты им немножечко тяжело. Но зато, когда через время они адаптируются, тут уже они ко всему подходят более тщательно. Кем лучше быть? Экстравертом или интровертом? Ну, здесь, девчоночки, нельзя точно сказать. Нельзя сказать, кто хуже, интроверт или экстраверт. Это просто невозможно. У каждого типа личности есть как положительные черты, так и отрицательные. Лучший пример интроверта – уравновешенный, спокойный человек, который смотрит в суть вещей, в то время как экстраверт может совершенно легкомысленно к ним отнестись. В качестве полного антипода, например, положительного интроверта, можно представить ботана-неудачника или программиста в рваных джинсах, волосы которого взъерошены, а его мысли витают где-то далеко от окружающей действительности. Такие люди не замечают, как они выглядят. Им просто всё равно. Положительный образ экстраверта – это душа компании, человек, с которым можно просто поболтать и поделиться последними слухами. Это оптимистичный и лёгкий наподъём личности с яркими лидерскими качествами. А вот наихудший вариант – экстраверт – это эгоист и всё-таки, может быть, даже такой хамец. Может быть. Вот так. В общем, люди общаются, и общение двух типов очень даже дополняет друг друга. Импульсивный экстраверт всегда тянется к интроверту, а интроверт ищет подпитки, энергии у экстраверта. Итак, дорогие мои, любимые мои, напишите, как вы думаете, кто вы. Экстраверт, что вам ближе подошло, или интроверт, мне так интересно. Я вас всех люблю. С вами ваша Катя. Оставайтесь со мной. С вами был Игорь Негода.